Здравствуйте, меня это Вива Телеком и давайте сегодня снимем короткий ролик про возможность программирования частот и остальных данных на каналах цифровых и аналоговых вручную у радиостанций серии HP785 и HP685 обе эти станции такую возможность поддерживают но с завода эта возможность отключена то есть надо в программе поставить пункт программ и там задать соответствующие режимы, которые будут доступны пользователю с клавиатуры ну мы в свою очередь сейчас все режимы включили, но тут есть пара нюансов, я сейчас расскажу о них, то есть после включения режима программ нам становится доступно следующий раздел то есть раздел программирования, вот видите иконка как выглядит, соответственно когда мы в нее заходим мы можем давайте я сначала с радио начну можем задавать имя радиостанции это у нас сейчас канал, кстати цифровой имя радиостанции и соответственно программировать канал то есть изменять частоту изменять таймслоты изменять световой код изменять соответственно группу передачи на данном канале изменять группу приема на данном канале и также мы можем задать название канала по поводу частоты все делается просто то есть убираем текущую несущую задаем какую-то другую нажимаем подтверждение единственное она автоматически не ставит передачу ну не дублирует частоту приема и передачи поэтому если хотите задать именно без разноса то надо и частоту передачи тоже исправить так теперь какой есть нюанс да вы не можете создать новый канал то есть позволяет станция редактировать только существующий канал и второе вы не можете задать идентификатор радиостанции то есть вот какой ID станции задан в программе тот и остается то есть его можно изменить только через программу через станцию это не делается соответственно если вы какие-то там группы здесь ATX RX группы можно создавать со станции но идентификатор вы не поменяете поэтому его нужно знать и второй нюанс каналы новые не создаются то есть если вы хотите менять несколько каналов тогда нужно заранее подготовить в программе какие-то шаблоны каналов и потом уже их менять через ну именно редактировать а не создавать созданные каналы в программе теперь давайте тогда я на аналоговый канал перейду и вам покажу то же самое то есть также доступно теперь программирование здесь в режиме радио вы можете также задавать имя и в канале доступно изменение частоты ctcss dcs коды на передачу на прием и вы можете задать название канала так теперь давайте изменим тогда частоту я сейчас 434 ровно задам и здесь соответственно тоже 434 0 подтверждение канал 0 2 давайте я включу теперь то есть 410 было изначально да включаем тогда режим захвата частоты нажимаю на передачу 434 мегагерц ну то есть полезно когда у вас какие-то нужно создать универсальные частоты или они изменяются со временем тогда можно да изменять со станции прямо вручную плохо конечно что хайтер они работают сразу в двух диапазонах то есть приходится выбирать либо 400 либо 136 но зато хотя бы канал меняется прямо с клавиатуры без всяких дополнительных плат без установки каких-либо дополнительных лицензий как это было у моторолу например dp48 0 1 48 0 0 мы так и не добились ручного ввода частот здесь же у хайтер эта возможность имеется это конечно плюс большой все на этом тогда с данной возможностью заканчиваем у кого вопросы есть задавайте их в комментариях подписывайтесь на канал это viva.com всего вам доброго до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания